Здравствуйте! В студии Елена Юрьева. И сегодня у меня в гостях председатель Федерации профсоюзов Республики Хакасия Евгения Ольховская. Евгения Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! И заместитель председателя Верховного Совета Республики Хакасия, руководитель Комитета по здравоохранению и социальной политике Евгений Молостов. Евгений Викторович, я вас приветствую! Я вас тоже! Я предлагаю начать наш сегодняшний разговор с просмотра материала. Речь пойдет о медицине. И вот недавно мой коллега Константин Кравцов побывал в селе Сабинка Бейского района, где сейчас строится фельдшерско-акушерский пункт, но возникли проблемы. Давайте посмотрим материал и начнем наше обсуждение. Из относительно нового в Сабинской амбулатории разве что этот отечественный УАЗ. На этом все. Само учреждение уже давно не блещет свежестью. Пусть даже и заметен старательный уход, но промерзшие окна и старые рамы не скрыть. А еще в медучреждении совершенно нет своей воды. За ней фельдшер и санитарка ходят в сельскую администрацию по соседству. Все надеются, что скоро это закончится. Еще летом в Сабинке началось строительство фельдшерско-акушерского пункта. Амбулатория старая, конечно. Ждем, когда новый ФАП построится. Хочется же комфортно работать, чтобы были и пациенты удовлетворены, и мы. Собственно, вот он, новый ФАП. Модульное здание должно отвечать всем требованиям неприхотливого деревенского жителя. Здесь даже обещают теплые полы. На месте двое рабочих, начальства нет. Открыть быстро возводимое здание планировалось еще в августе. Но вопреки ожиданиям местных, даже строители сейчас не знают конкретных сроков. Прораб Александр жалуется на постоянные перебои с зарплатой и материалами. Вчера пришла плитка. Завезли ГВЛ, оконсовку. Ну, вот так вот. Не знаю. От меня это ничего не зависит. Все от руководства. А так вообще много еще чего надо? Ну, конечно. Вы понимаете, это окна. Это улица вся сделать надо. Отсыпки. С зарплатой были проблемы? Да, постоянные зарплаты. Вот тоже, что маленько тормозило постройку ФАПа. Подрядчик, выигравший конкурс на строительство сразу четырех таких объектов, фирма из Красноярска. Единство Юг. По сути, везде сорваны сроки. Но это лишь полдела. Всего же в Хакасских селах, от Сабинки до Арджо, в текущем году должно было сдаться 16 ФАПов. Однако, по факту, только семь. В рамках надзорных мероприятий установлено ненадлежащее осуществление обязательств со стороны подрядных организаций при возведении фершерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, которые будут располагаться на территории Хакассии. При целом, по республике, в результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования, завершено строительство фершерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, расположенных в Аскиском, Бейском, Устебаканском и Багратском районах. Ответственные за реализацию проектов чиновники Минздрава Хакассии скандальную тему пока не комментируют. Там лишь заявили, что правительство республики проводит собрания и совещания с застройщиками. В арсенале уговоры и угрозы. Вот и главный врач районной больницы на встрече с сельчанами вынуждена лишь признать всю безнадежность ситуации. Мы их штрафуем через суды, прокуратуру, там все очень жестко. Уже сотни тысяч или миллионы, я даже не знаю, сколько они уже заплатили. Но обещали, что сделают к концу этого месяца, но я сомневаюсь, этого не буду. Я такого в жизни не видела, что так люди работали, тем более с города Красноярска. Ничего конкретно не сообщил людям в этот раз и глава Хакассии Валентин Коновалов. Конечно, на встрече звучало много вопросов и жалоб. Но что касается медицины, руководитель республики предложил послушать более оптимистичный доклад. Но неужели не видно, что идет денежный дождь? Если говорить о четырех последних годах, мы увеличили финансирование этой федеральной средства, региональной средства в 38 раз. В 38 раз получается на 3800 процентов. Этот космический показатель, кажется, в зале мало кто понял. В Хакассии все такой же дефицит кадров. Укомплектованность врачей всего 40 процентов. Те же ФАПы. Построена всего половина от плана. С таким подходом сетуют люди любые деньги. Все равно, что мертвому припарка. Надо старый был отремонтировать. Он на сто раз лучше, чем этот. А этот завалится, пока вы строите. Евгений Викторович, у меня первый вопрос к вам. Что за цифра такая? 38 раз увеличение бюджета на медицину. А о какой сумме идет речь? Из чего она состоит? Вот знаете, вот даже по самым минимальным прикидкам. Предположим, что это было 500 тысяч изначально. В 38 раз это миллиарды. Ну, возможно, там же устроятся у нас не только ФАПы, а также медицинские учреждения. Это может в общем, вкупе говориться. Тот же самый радиологический корпус или арт с лишним. Если все посчитать, так и получится в 38 раз. Вы владеете этими цифрами? Вы руководите комитетом, который в том числе занимается бюджетными вопросами. Из чего сегодня состоит бюджет медицины в Хакасии? И какой он по размеру? По размеру порядка 11 миллиардов у нас бюджет. Помимо того, что у нас еще территориальный фонд медицинского страхования. Поэтому сумма из года в год растет. Растет и настройки наши, и в принципе территориальный фонд медицинского страхования ежегодно примерно на миллиард увеличивается. Ну и также у нас по линии Минздрава каждый год тоже сумма повышается. Поэтому в 38 раз это надо посмотреть за какой период. Четыре года, сказал Валентин Олегович. За четыре года, ну возможно. То есть вы не исключаете таких цифр? Да, не исключаю. Нет, ну мы тут еще берем наши федеральные стройки. Федеральные? Да, да, да. То есть вот эта цифра 38 раз, это, наверное, в значительной мере федеральные средства, которые поступают нам в рамках, скорее всего, нацпроектов. В том числе, да. В рамках нацпроектов, да. Да, но вы не владеете вот этой вот статистикой. Я сейчас точно не скажу. Точно не скажу. Ну, хотелось бы, конечно, от представителей комитета услышать эти цифры. Хорошо, а что мы ждем в следующем году? У нас в рамках территориального фонда медицинского страхования где-то порядка 12 миллиардов. И в рамках медицины что-то там порядка 4 с лишним миллиардов. Приблизительно. То есть мы уже скажем не в 38 раз, а в 40 с лишним раз, если будем сравнивать с 2018 годом. Правильно я понимаю? Надо сравнивать в сравнении, конечно. Я сейчас не готов, вот так сказать, точно. 38 или сколько раз. ФАПы и медпункты, которые должны были построиться в этом году. Верховный совет каким-то образом прослеживает судьбу нацпроектов? Вот данные прозвучали. Половина из медицинских учреждений, которые должны были появиться в небольших селах, не построены до сих пор. Вы ведете какой-то контроль за расходованием этих средств? Или в этом вопросе Верховный совет просто умывает руки? Не, руки-то не умываем, конечно. Рассматриваем, когда что приглашают на стройки. Вот в Сабинку я вот это не приглашали. Информации у меня по Сабинке нет, если честно. А вы сами не интересуетесь, не запрашиваете, не давите на исполнительную власть, чтобы все-таки уделялось этому большее внимание? Ну, мы в рамках своих полномочий ездим по стройкам. Тот же самый радиологический корпус вот недавно смотрели, в принципе, и по другим стройкам. Но вот в Сабинке я, к сожалению, не был. Ну, вот знаете, с точки зрения обывателя, я так рассужу, просто посмотреть на стройку, этого, наверное, все-таки недостаточно. Нужно, наверное, посмотреть в первую очередь какие-то цифры, бумаги и документы. Конечно. Вы изучаете их? Вы меня тут уже раскатали всего. Нет, ну нам хочется знать, потому что вы все-таки должны держать руку на пульсе, по нашему мнению, как депутат, как руководитель такого комитета, который занимается этими вопросами. Поэтому, в общем-то, мы вас и спрашиваем. Особенно то, что касается бюджета, да, и то, что касается наших денег. Это деньги, которые республика тратит на самое важное, на здоровье. Каждый из нас хочет получить качественную медицинскую помощь. На мой взгляд, поправьте меня, если я не права, от вас в этом вопросе зависит очень многое. Не так? Почему? От Верховного Совета тоже зависит. Да. Ну вот, поэтому мы вас и спрашиваем. Ну что ж, ладно, Евгения Васильевна, а профсоюзы вмешиваются каким-то образом в эту ситуацию? Мы стараемся вмешиваться во все проблемные ситуации. И этот вопрос вообще системный. И проблема системная. Потому что тот факт, что у нас подрядчик, во-первых, не из республики Хакасии, это тоже он не социально ответственен перед жителями, перед гражданами. То есть те, кто здесь живут и работают, они ответственны перед своими же земляками за то, как они это делают. И вот как раз мы неоднократно, Верховный Совет обращались с просьбой законодательной инициативы именно внесения изменений в 44 ФЗ, который бы все-таки регламентировал вопрос. У нас зачастую выигрывают какие фирмы? У которых в штате нет специалистов. У них директор и бухгалтер, все. У них расходов нет, у них дешевле себестоимость услуги. И как следствие они выигрывают. И они приходят, они заваливают всю стройку. У них сметы зачастую не исполняются по ценам, по специалистам. Работники зачастую не имеют образования надлежащего. И проверить их невозможно. Несчастный случай, опять же, травматизм производственный. И мы неоднократно обращали, в том числе и на публичных слушаниях, на всевозможных комиссиях о том, что 44 ФЗ давно требует существенного изменения в части определения как раз ответственности подрядной организации за сроки, за штат, за все на свете. Потому что, по сути, мы сами провоцируем ту же серую занятость. Потому что вот именно эти организации зачастую не имеют. Есть такие субъекты, которые в рамках контрактов ставят ограничения. Например, территориальную расположенность организации от строительного субъекта. Но почему-то, вот я знаю, в сибирских регионах это есть, но почему-то у нас это не работает. Хотя мы, в принципе, находимся достаточно далеко от зачастую Москвы, Ярославля, других городов, которые у нас выигрывают тендеры и строят наши объекты. Но не касаясь здравоохранения, это другой объект у нас есть, который как раз вот компании выигрывали, которые находятся в центральной части России. Ну и понятно, каким образом они этот проект реализуют. Достаточно безответственно. Хорошо. А вот на ваши запросы, на то, что вы поднимаете этот вопрос, были какие-то реакции, были какие-то ответы? На сегодняшний день пока ответов мы обращались, в том числе и в федеральные структуры, и на уровне Федерации независимых профсоюзов России. Этот вопрос на трехсторонней комиссии поднимался. Но достаточно сильные заинтересованные игроки со стороны работодателей. И здесь мы, как представители работников, имеем небольшой вес, к сожалению. И 44-й ФЗ, один из немногих ФЗ, который не менялся уже на протяжении многих лет. Да, и, кстати, это очень болезненная тема. А тема болезненная не только в здравоохранении, а во всех, в принципе, сферах у нас. Евгений Викторович, а что ждет власти республики или ответственных лиц за срыв нацпроекта? Вот эти ФАПы, они должны были быть сданы к Новому году. Что ждет нас дальше? Что будет? Это же черный список. Это недополучение средств в будущем, правильно? В будущем могут просто такие стройки нам не дать. То есть не выделить федеральные средства. Поэтому каждый срыв стройки – это очень такой негативный момент для республики Акасия в целом. А вот вы реагировали, кстати, на вопросы профсоюзов. К вам были запросы подобного рода, чтобы как-то изменить эту систему? По закону, скорее всего, на другой комитет, не на наш. Это комитет по экономической политике. Хорошо. Сейчас вот вы посмотрели материалы, видите, какая серьезная ситуация. Будете предпринимать меры? Ну, естественно. Какие? Такие. Ну, соберем сейчас информацию, поэтому, согласно этой информации, будет понятно, как что дальше реагировать. Потому что не вся информация бывает доложена до нас, до Верховного Совета. К сожалению, бывает. Поправьте, если я ошибаюсь, у вас же есть право сделать запросы в соответствующие структуры? Есть, есть. В том числе вот прокуратура тут как раз нам рассказывает о том, что надзор ведется. Кстати, прокуратура отметила, что в четырех районах, где также ведутся стройки, только благодаря вмешательству надзорного органа они были завершены. То есть первая часть была построена благодаря тому, что прокуратура надавила, а вторая часть не поддалась этому давлению и стоит до последнего. То есть мы заходим в Новый год с неоконченными стройками по нацпроектам. Ну, грустная ситуация. Евгения Васильевна, по вашему мнению, вот ФАПы сейчас строятся, построятся они. Будет ли там кому работать? Вот еще. Очень интересный и важный вопрос. Да. Есть ли вот такое отношение в республике к тому, что мы получаем федеральные деньги? Да, о чем мы говорим, о чем мы говорим в том числе и на бюджетных слушаниях, и на обсуждениях в комиссиях, в которых мы присутствуем при министерствах. У нас нет системного подхода. Последнее заседание Республиканской трехсторонней комиссии, где мы поднимали в очередной раз этот вопрос, мы указали на то, что 65-й ЗРХ давно необходимо изменить. Поясните. То есть... ЗРХ это не всем понятно. Да, 65-й закон у нас регламентирует работу всех зарплат, оплату труда всех бюджетных учреждений. То есть если у нас мы построили ФАП, его оборудовали прекрасно, дали жилье врачу, он не поедет. Давайте приведем в соответствие 65-й ЗРХ, в рамках которого работникам культуры зарплата повысится, насилие. В образовательных учреждениях, не школах говорю, именно учреждениях дополнительного образования, музыкальные школы. Кружки различные. То есть все сферы у нас зависят от этого закона. А закон мы этот последний раз сменяли в 2016 году. Шесть лет мы не касались заработной платы вот этих учреждений, бюджетных учреждений, не говорим про коммерческие. У нас что случилось в том же Черногорске? У нас зарплату бюджетникам подняли в музыкальной школе, а снизили им коэффициенты стимулирующие. И у них, по сути, ничего не повысилось, а с учетом инфляции оно у них еще и понизилось. И поэтому вот как раз этот закон, именно по доп. образованию туда войдут учреждения культуры, здравоохранения, многие учреждения, которые не относятся к федеральному, а именно к нашим, республиканским, его нужно менять. У нас пришло вот это время, пора его уже изменить. Ну, об этом, о зарплатах мы чуть-чуть позже еще поговорим. А сейчас я предлагаю посмотреть опрос, который мы записали на улицах Абакана по поводу того, ну, каково оно, медицинское обслуживание. Вот серьезной проблемой, это от всех, я вам скажу, пенсионеров, является то, что мы не можем попасть, попасть или с трудом к узким специалистам. Узкие специалисты, например, как сосудистый хирург, невролог, травматолог, это очереди в течение месяца, но в самом плачевном состоянии, и а то и больше даже, а в самом плачевном это офтальмология. Я нуждаюсь в лечении глаз, но по ОМС я попасть не могу, и никто не может попасть. Ну, в общем-то, зашел, спросил, все, культурник. Вы вообще часто ходите в больницу? Не, я недавно с Приморья приехал, поэтому... Ну, был на рентгене тут вот как-то, тоже хорошо, да. Ну, к неврологу большая проблема попасть. Две-три недели надо ждать, пока терапевт запишет. У нас терапевт как, ну, вот буфер такой, без него никуда. Проще сходить от платную. Не зря у нас тут вот рядом расположено. Туда пойдешь, пожалуйста, хоть сегодня на прием. Записи через терапевт. Терапевту надо, что попасть, недели две ждать надо. Потом они запишут еще специалисту, недели две надо ждать. А что вот так пришел сразу, это... Такого не бывает. Ну, не совсем плохо еще. А что минусы? Минусы. Лекарства нету, выписали, его еще нету. Конечно, мало опыта у врачей. Такая вот проблема. Узкие специалисты, которым нужно через терапевта попадать. Я думаю, вы знакомы с тем, что узкий специалист, даже в столице республики, это большущая проблема. А что говорить о сельских территориях? Я нашла данные Минтруда, они опубликованы на сайте ведомства. На 1-е, 0-6-е, 22-го, то есть вот на первые полугодия текущего года в службу занятости было подано 7 тысяч единиц заявок. Из них максимальное количество вакансий в сфере здравоохранения – 1100. 1100. И это действительно большая проблема. Вот у меня вопрос к гостям. В чем причина? Почему не хватает людей в Хакасии? Почему эту проблему никак не получается решить? Евгений Викторович, ваше мнение. В большей степени, все-таки, мне кажется, это маленькая зарплата для врачей. Если брать среднюю зарплату у нас по субъекту, у нас она такая, в Красноярском крае она гораздо больше. И многие врачи уезжают работать в Минусинск, потому что там зарплата гораздо выше. Это известный факт, уже на протяжении нескольких лет такая ситуация. Да, известный факт еще выражается в том, что у нас сейчас активно развивается Дальний Восток, и там определенные преференции, льготы, и многие туда уезжают, к сожалению. И тоже вот взять как офтальмологов, вот у нас 4 офтальмолога сразу раз в Абаканской больнице, кто в частной структуре, кто на Дальний Восток. Евгения Васильевна, а вот профсоюзы где? Профсоюзы чем занимаются? Каким образом вы влияете на ситуацию? Ведь, кажется, заработная плата, кадры, это как раз то, чем вы должны заниматься. Мы здесь как раз представители работников, а не работодатели в этом смысле. Комплексный план развития системы здравоохранения в Республике Хакасия, привлечения кадров, существует только с этого года. О кадровом голоде мы говорили еще лет 5 назад. Поэтому, к сожалению, мы пока в этом процессе отстаем. О целевом обучении мы тоже очень много говорили. К сожалению, нам необходимо было прям вынести вопрос, например, про фельдшерам скорой помощи, вынести вопрос на трехстороннюю, чтобы этот вопрос решить. Какие-то вещи достаточно такие неглобальные, например, наш Хакасский госуниверситет не обучал специалистов, вот именно фельдшеров скорой помощи. И врачи, главврачи, привлекая специалистов без надлежащего образования, самостоятельно больница обучала. Именно потому, что вот этого заказа, вот этого связки между министерством на тот момент и образовательным учреждением не было. Поэтому сейчас это появилось, сейчас это работает, но пока недостаточно развито. У нас все-таки есть и Томские государственные университеты, и Красноярская медицинская, по-моему, академия. И тот факт, что привлекать молодых людей, устраивать, возможно, есть такой, я знаю, способ, когда устраивают супругов, врачей на достаточно хорошую работу, детей в замечательные там садики, школе без очереди. Мы вносили предложение в Республиканскую трехстороннюю комиссию как раз о том, чтобы детей и учителей, и врачей в садики, в школы принимать там, где им удобно и без очереди. Нет, у нас это муниципалитеты, у нас это не получается, и этот вопрос опять у нас остался нерешенным. Есть всевозможные какие-то проблемы, которые возникают на пути, и все они упираются опять, а по закону не положено. А что делать с зарплатами? Зарплаты в этом направлении, конечно, работа ведется, ведется очень планомерно. У нас, к сожалению, ковид это очень хорошо обнажил, эту ситуацию, когда у медицинских работников соотношение гарантированной части и стимулирующей, просто я, может, я усугублю, но скажу, что 30 на 70, в пользу 70 это стимулирующие. И список стимулирующих, мы с этим сами столкнулись, когда пошли с работниками в суд, список стимулирующих у нас достигает до 100 пунктов. То есть по этим пунктам главврач, по сути, определяет эффективность врача. И тут появляются у нас любимчики, нелюбимчики, соответственно. А давайте так, вот вы приводили пример, что идут в Красноярский край у нас врачи, стройными рядами. Разница в зарплатах, сколько получает у нас средний специалист, ну, с высшим образованием, со стажем, небольшим пускай. В зависимости от звена. Евгений Никитирович, а вы обладаете цифрами, вы знаете что-нибудь об этом? Я вот, знаете, я могу ошибаться. То, что в Красноярском крае как минимум на 20 тысяч больше, а то и более, это... Да, в зависимости от категории врача, у узкой специальности... А из чего там складывается зарплата? Она же привязана к среднему по региону до сих пор, по-прежнему, как и было раньше, да? Смотрите, у нас есть базовые оклады, крайне низкие, о чем мы все время возмущаемся, что базовый оклад 6 тысяч, это грустно для врача. 6, 7, 8, вот такие у них оклады, к сожалению. Сейчас ситуация меняется. Вот с октября оклады на 20% повысили. Мы рады, работники пока не рады, потому что это в рамках фонда оплаты труда. Но мы уверены, что чем больше у нас гарантированная часть, в республике Хакасия это 1,6, районный и северный коэффициент. В Красноярском крае, на юге Красноярского края, северного коэффициента нет. Нет, а получают больше. Они доплачивают из бюджета края эту же сумму. Идет именно доплата из своего бюджета, не из федерального. Но для того, чтобы стимулировать отрасли, они из своего бюджета выделяют суммы больше. Вот и все. То мы этого сделать по каким-то причинам не можем, и ситуация останется прежней. Также у нас будут люди за месяц к специалистам в очередь вставать. У нас определенные льготы внесли. Получается, даже медицинские студенты, которые у нас устраиваются вновь на работу, им будет доплата 10 тысяч определенной категории. Почему так сделали? Потому что они только пришли, у них стажа, ничего еще нет. У них вообще зарплата маленькая. Поэтому решили стимулировать. И до трех лет доплачивать по 10 тысяч. Пошли? Ну, я думаю, пошли. К сожалению, очень мало времени у нас на программу уделяется. Давайте мы сделаем небольшое резюме. Евгения Васильевна. Что касается систем здравоохранения, я уверена, что все будет у нас хорошо. Без врачей нам никуда, без наших специалистов никуда. Поэтому мы продолжим, как профсоюзы как раз работают над тем, чтобы гарантированная часть у медиков была 70%, а стимулирующая уже 30%. Ну и чтобы статус врача определялся его зарплатой. Это самое главное, чтобы все уважали врачей. И все хотели стать врачами, именно начиная со школы. Чтобы дети мечтали стать врачами, учителями, работниками культуры. И тогда у нас все будет прекрасно. Поэтому я уверена, что мы этого добьемся. Осознание этого пришло. И теперь будем двигаться в этом направлении. Евгений Юрьевич. У нас врачи по квоте учатся. И я надеюсь, что все-таки процент нехватки медиков у нас будет снижаться. Потому что все эти моменты у нас на сегодняшний день все-таки имеются. А мы очень рассчитываем на вас. На вашу работу. Что вы их простимулируете и как-то повлияете на розыск зарплаты в этой области. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа интервью. Аргументы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин